Всем привет! С вами Ксения Яснова, специалист по связям с общественностью компании Роско. Армения славится разнообразием архитектурных памятников, красотой природы и гостеприимством местных жителей. Посетить таинственный и душевный Ереван мечтают тысячи туристов. Кто-то идет дальше и снимает здесь недвижимость. Рассказываем, как арендовать квартиру в этой солнечной стране. За январь-октябрь 2022 года Армению посетили почти полтора миллиона туристов. Из них 46% или 640 тысяч человек – граждане РФ. Наибольшую активность путешественники проявляли в августе. В летнем месяце страну прибыло более 135 тысяч соотечественников. Спрос на посуточное жилье в Армении ажиотажный. Доступные варианты есть, но их нужно поискать. Если планируете короткую поездку, например, оформить банковскую карту и вернуться домой, проще разместиться в отеле, но цены, конечно, кусаются. Кстати, о том, как оформить банковскую карту в Армении, мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Бюджетный вариант гостиницы обойдется в 50 тысяч рублей за неделю, а остановиться в четырех звездах можно за 34 тысячи драмов. 180 тысяч рублей. Разлетаются, как горячие пирожки, даже квартиры и номера в отелях, которые находятся за пределами Еревана, в том числе в Цахкадзоре, Дилижане и Гюмри. Вот несколько параметров, которые стоит держать в уме при поиске арендодателя в Армении. Расположение. Общественный транспорт здесь развивает плохо. Наличие кондиционера. Без него летом может быть очень проблематично. Наличие бытовой техники, мебели, посуды. Необходимого минимума. Наличие котла или бойлера для подогрева воды. Нередко встречаются варианты без горячей воды. Сравнивайте цены. Некоторые собственники заключают договоры минимум на три месяца с предоплатой, а то и на полгода-год. Снять квартиру в Армении можно по прилете, но подготовиться стоит заранее. Есть несколько способов поиска подходящего варианта. Рассмотрим основные из них детально. Самые популярные сайты поиска арендного жилья. List.am – армянский авито и Estate.am – аналог ЦИАН. Арендовать квартиру посуточно можно также через Букинг, но расплатиться российской карточкой не получится. Бюджетный вариант жилья обойдется в марте 2023 года примерно в 30 тысяч рублей за 6 дней. Снять двухкомнатную квартиру в Ереване с одним санузлом и минимальным набором мебели можно в среднем за 60-100 тысяч рублей в месяц. Цена зависит от качества квартиры, наличия и состояния инженерных коммуникаций, мебели и инфраструктуры района. В центре города недвижимость обойдется не менее чем 80-150 тысяч рублей в месяц. Есть десятки каналов, в которых собственники и агенты недвижимости публикуют объявления. Некоторые релаканты размещают посты о срочной сдаче ранее арендованных квартир из-за отъезда, чтобы не потерять депозит. Примеры каналов – Rent or Money, Standard Realty. Не стоит забывать про риски мошенничества. Еще один минус телеграм-канала – отсутствие удобных фильтров поиска. Вы можете получить информацию из первых уст. Армяне – люди гостеприимные и общительные. Они с удовольствием идут на контакт. Если кто-то из соседей хочет сдать жилье, местные обязательно поведают вам об этом за чашечкой кофе. Но к оформлению сделки стоит подойти более формально. Зафиксировать устные договоренности письменно. Проект договора лучше согласовать с юристом, чтобы дружеский жест не повлек за собой кабальную сделку. Риэлторы возьмут весь процесс по поиску жилья на себя. Риски минимальные, но нужно ответственно подойти к выбору посредника. Грамотный специалист поможет не только найти недвижимость, но и правильно оформить договор. Расскажите риэлтору о своих предпочтениях и обозначите бюджет. Выберите район, количество комнат и ждите обратной связи. Риэлтор проверит по базе данных, есть ли подходящее жилье в настоящий момент. И предложит варианты. Если повезет, вы сможете арендовать жилье в день обращения. Рада, что вы досмотрели видео до конца. С вами была Ксения Яснова. Если у вас остались вопросы, смело пишите их в комментариях. Юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе, будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова